nightmare outside спасибо большое за донат 2 является самой спорной и самой неоднозначной частью с текстом смотри какой канал нашел называется nightmare слышно знакомый голос игровой трилогии третий ведьмак это бесспорно игровой шедевр который засел в сердцах у миллионов геймеров по всему миру первый ведьмак это бессмертная классика это то есть дерьмовая игра кстати начиналась а втором ведьмаке вообще редко то есть первый ведьмак он напоминает какой-то прям вот ну я не знаю он может нравиться каким-то супер алдам для которых он ассоциируется с детством и все очень лихая спасибо большое я понял ну заинтриговал ты меня конечно своими спойлерами поминает и большинство геймеров его просто-напросто игнорируют это что же не так вторым ведьмаком почему это самая забытая часть игровой трилогии почему вторую вещь как не любят на все эти так сейчас секунду все эти вопросы мы с вами ответ а кстати сейчас с вами nightmare поехали да у него оказывается есть канал про игры знаменитая продолжение великой саги выше шеф 2011 году игра со всеми плюсами и минусами этой игры и попробуем разобраться в том что не так со вторым ведьмаком но я надеюсь все понимают что эти плюсы и минусы это довольно субъективное мнение и большинство из них я составил сам да так вот короче первый ведьмак он он я не знаю даже вот как как называются такие игры ну это вот что-то старое очень и все и скучно напоминающие какие-то какие-то самые ранние версии типа world of варкрафт или что-то такое что такое старое после того как я написал спрятали я почитал отзывы о втором ведьмаке и большинство мнений игроков совпали с моим но начать я хочу с плюсов этой игры потому что их тоже немало и в целом второй ведьмак лично мне понравился первый плюс этой игры это сюжет я в него даже поиграл я его не прошел но я во второго играл 2 это просто такой как ну вот он больше напоминает уже ближе каким-то ранним gta даже если честно что такое лето ервит наше это настолько офигенные персонажи что даже не хочу ничего о них рассказывать ну да и тут кстати если вы думаете что мы издеваемся над глебом то хочу чтобы вы знали что почти все что вы сейчас видите нарисовал глеб блин мне неудобно сделать не зеркально походу никак не сделать потому что вам самим стоит поиграть во второго ведьмака и увидеть все самим здесь немало интересных второстепенных персонажей здесь происходит довольно много важных сюжетных событий допустим одно из них это восстановление памяти геральта его голове все постепенно начинает приходить норму и становиться на свои места и с этого уже потом следует то что происходит 3 19 когда 3 вышел в пятнадцатом он вышел ну а ну когда вышел сериал получается сериал кстати такой отстойненький достаточно в такие в девичьи игры тупо в игры для девочек короче играла в танки ты играла то есть что ты понимаешь даже может быть в танках этим ведьмаке несмотря на то что второй ведьмак довольно автономный сюжетный он является неким связующим звеном между первой и третьей частью и просто его пропускать это неправильно я уже немного упоминал персонажи это чё короче мне кажется любые девки которые даже ракуют в танках будут смотреть мужики кому по 40 так как и в нем стоит самый понятно но девочки донатить не будут на выбор который можно совершить во всех трех частях игры это выбор между роше и йорвитом дело в том что оба этих персонажа очень офигенные интересные и очень сложно выбрать кого-то из них одного что является полной противоположностью первого ведьмака в котором я всегда наоборот думал что творят эти люди что творят эти нелюди я не хочу никого из них выбирать ну их нафиг что тех что тех буду соблюдать нейтралитет во втором ведьмаке все наоборот ты хочешь вроде бы тому помочь и тому помочь и ты просто не знаешь что делать и один плюс касательно как раз этого самого выбора дело в том что вторая часть она наверно самая нелинейное из всех и твой выбор который делается там ближе к началу игры он по сути выбирает огромный пласт сюжетом муля как же он хуево мысли формулирует твой выбор который делается в начале игры он выбирает пласт председат твой выбор выбирает и делая один выбор ты пос corriешь одну это реально прям косноязычно уже там делая другой выбор ты получаешь будто бы уже совсем другую игру с другим сюжетом. И те, кто не играл во вторую часть и играл в третью, поверьте мне, масштаб последствий вашего выбора в третьем Ведьмаке, он не сравнится с масштабом во втором Ведьмаке. Там ваш выбор действительно влияет на очень многое. И все это заставляет вас перепройти игру как минимум один раз, чтобы попробовать другой сюжет. Мало того, что персонажи и так настолько интересны, что ты хочешь попробовать поиграть за обоих, так еще и настолько разный сюжет. В общем, игру вы пройдете как минимум два раза. Слушай, Артемакус, ну мы не настолько мерзкие все-таки пока что. И кстати, Ведьмак 2 поддерживает перенос сохранения из первого Ведьмака. И так же сохранение из второго Ведьмака переносится в третий. И те решения, которые вы принимали во втором Ведьмаке довольно сильно влияют на некоторые моменты в третьем Ведьмаке, что очень и очень круто. Вау! От того, что ты делаешь какой-то выбор в игре, меняется сюжет. Это потрясающе. Прима минусах второго Ведьмака, которых, к сожалению, я нашел немало. Ну-ка. И как бы это ни было парадоксально, один из минусов будет очень похож на плюс, который мы только что разбирали. Один из минусов будет очень похож на... Ну, то есть, ну, прям как-то тревоват. Я говорю про сюжет. Дело в том, что сюжет 2-го Ведьмака, он в духе политики, войн... Сюжет, он в духе. Ну, вот... Тяжело. Тяжело. Темы, которые у нас были после середины где-то книжных событий. Короли, чародейки, шпионы, войны, перевороты. Обо всем этом второй Ведьмак, и именно это большинство как раз не любило в книгах. Второй Ведьмак действительно очень сильно пропитан именно этой атмосферой, и лично я тоже в книгах это не особо любил, и поэтому мне было тоже тяжело. Я книги не читал, если честно, потому что книги мусор. Вот. Я не знаю, чем там пропитан второй Ведьмак. Просто он... Ну, для 2011 года я бы сказал, что игра... Не знаю, что даже сказать. ...играть во второго Ведьмака из-за всей вот этой вот военно-политической тематики. Но, несмотря на это, сюжет все равно мне понравился. Следующий минус, который отвечает... Не знаю, как она выглядит устаревше как-то немного. То есть сама анимация, ну, не знаю, очень... Очень много игроков. Это то, что сюжет сам по себе довольно... Не на 2011 год выглядит все-таки. Но лично я такой минус. Смотрите, там GTA 5 даже взять, которая вышла... Когда вообще она вышла? В 2013 году. Вот буквально между этой игрой и GTA 5 два года разница. А Ведьмак второй выглядит как будто... Это какой-то шестой вообще год, я не знаю. Для себя, по крайней мере. То есть она даже не сильно лучше анимации в GTA San Andreas, если честно, как помню. Потому что, как я уже говорил, как минимум вот это для меня не застанет. По сути, Ведьмак 2 это две игры. Она не такая красивая, как третья. И в любом выборе, который ты делаешь в начале игры, ты получаешь два разных сюжета. Так что, если вы быстро прошли второго Ведьмака, можете сразу его перепройти и посмотреть на второй сюжет. Но, видимо, большинство игроков так не делают, и поэтому для многих короткий сюжет это минус. Следующий минус, который для меня был одним из самых-самых-самых раздражающих во втором Ведьмаке, из-за которого вообще не хотелось с него играть, это кислотность. Что я имею в виду? Во втором Ведьмаке отвратительная цветовая гамма. Ну да. Всё какое-то переконтрастное, какое-то перекрашенное, кислотное, прям какое-то ядовитое. Цвета, свет, какая-то общая атмосфера, локации. Первый Ведьмак был очень мягким. Третий Ведьмак тоже довольно мягкий, приятный, плавный. Второй Ведьмак, он просто максимально кислотный. Первый Ведьмак, я не знаю, насколько он там мягким или не мягким был, просто Ведьмак один игра. То есть, конечно, он опять же, вот как-то у него со словами беда, то есть, с подбором слов. Неужели геймплей первого Ведьмака выглядит вот так? Потому что я играл вообще в какой-то кал... Блядь, что это такое? В какой-то кал от третьего лица. Вот это первый Ведьмак. А почему мне... Почему я играл в игра, геймплей? Я играл в какую-то залупу от третьего лица. То есть, я, типа, купил в Стиме пак, там, короче, три... три... три Ведьмака было. А что-то здесь нормальная вообще вся история. Это как будто вообще другая игра какая-то, смотрите. Даш, перестань. Мышку... А где мышь? Где она? Даша, короче, видимо, мышь задела случайно. Кислотный, какой-то весь дерганный. Модельки, персонажи, а именно их лица, не у всех, правда, но у большинства. Их анимация, оно все тоже какое-то настолько кислотное, оно просто не приятно глазу. Соглашусь. Вечно меня это очень сильно отталкивало. Я проходил второго Ведьмака два раза, и я оба этих раза старался как можно быстрее его пробежать именно по сюжету, не проходя никаких дополнительных заданий и вообще всего остального, потому что мне просто было неприятно в него играть из-за этой самой кислотности. Мне был интересен сюжет, но играть мне реально было в него сложно. Также минус это можно сказать оптимизация, как я сказал, все какое-то дерганное, все какое-то неплавное, все какое-то нестабильное. И возможно кто-то в комментах мне напишет да у тебя компьютер говно просто. Мой компьютер тянет третьего Ведьмака на ультрах, Red Dead Redemption второй на ультрах и с моим компом все в порядке, поверьте мне. Это проблема именно оптимизации самой игры. Кстати, такая проблема немного была и у первого Ведьмака, где в купеческом квартале у тебя все проседает до 15-20 фпс, на каком бы мощном компе ты не играл. Но там это было в основном почему-то в одном месте, так-то все было там нормально, а во втором Ведьмаке прям действительно с этим проблемы. Ну и здесь же минус это геймплей, который тоже очень многие ругают, многие говорят, что здесь обезболезна алхимия, в отличие от первого Ведьмака, ну и потом уже третьего. Странная, не совсем удобная боевка. Тут, конечно, тоже довольно субъективно, лично я, как я говорил, быстро пробегал второго Ведьмака и на сами геймплейные элементы вообще внимания особо не обращал, потому что я играл чисто из сюжета. Также многие ругают интерфейс, он очень многим не нравится, и я, наверное, тоже с ними соглашусь. Но это довольно субъективный, как я уже сказал, минус. Следующий минус второго Ведьмака это его локации и его коридорность. Игра довольно коридорная и замкнутая, и ни о каком свободном перемещении по миру, как в третьем Ведьмаке, тут даже речи не идет, и даже первый Ведьмак мне как-то ощущался более что-ли просторным и свободным, в отличие от второго. То есть вот у тебя есть небольшая локация, в которой у тебя происходят какие-то сюжетные события, и все, ты в этой локации находишься, ты в этой локации не открытый мир. В принципе, опять же, если ты хочешь пройти Ведьмака только из-за сюжета, на это можно как-то внимания стараться не обращать. Если ты хочешь насладиться этим миром, побегать по нему, что-то там... То есть ему одновременно не нравится уродливый мир, и при этом ему одновременно не нравится, что он не может свободно побегать по этому уродливому миру. То есть здесь намного меньше вариативности, в отличие от третьего Ведьмака. Также сами локации не особо интересные, не особо приятные. Как я уже говорил, особенно это из-за цветовой гаммы, из-за вот этой всей кислотной атмосферы. Короче, мне локации не понравились, я даже большинству из них уже и не помню. Также многие отмечают один из минусов, это малое количество монстров в игре. Ведьмак 2 это игра про людей, про политику, чародеев, королей, войны, перевороты. Короче, как и было в книгах, где-то ближе к середине, забудьте о том, что Геральт ведьмак и охотиться на монстров. Мы будем охотиться на королей. И это основные плюсы и минусы игры Ведьмак 2, которые я смог выделить. Я прошел эту игру дважды, но она не вызывает у меня желания в нее возвращаться постоянно, как первая либо третья часть. В ней действительно довольно много минусов, которые влияют на общее погружение и впечатление от игры. Но все-таки она имеет довольно много значимых плюсов, и я бы не стал совсем списывать ее со счетов и забывать о ней, как делают многие другие игроки. Ведьмака есть от третьего лица. Пфу, ну я неправильно наверное выразился. Короче, ты играешь как бы даже не от третьего лица, а как будто вид сверху. То есть как в самых первых ГТАшках. Игра... Да, я что-то тупанул вообще, сказал от третьего лица. Я имел в виду от... Ну, короче, вид сверху. Да, то есть она вот вообще что-то вот такое там было. Типа ты вот так сверху смотришь, и там вот какая-то вот такая душня происходила. Я хрен знает, насколько там выбирается или не выбирается вот этот вид. Но у меня что-то то ли не вышло, то ли почему-то как-то как-то там с этим было непонятно. Я чуть-чуть поиграл, там вообще полная скокота была изначально, я не стал на них жить, да. И было очень много восторженных отзывов, и также люди хвалили графику, хвалили атмосферу. То есть это сейчас я говорю, что игра довольно кислотная, кривые анимации лиц и так далее, но для 11-го года тогда это было круто, и, наверное, большинство людей вообще не обращали внимания на какую-то кислотность, на какие-то кривые анимации. В любом случае эту игру хотя бы в 11-ом уже и получше была графика. Обязательно напишите в комментариях, проходили ли вы второго Ведьмака, какие решения вы принимали, либо же эта игра прошла мимо вас. Если вы захотите помочь моему каналу в развитии и поддержать меня материально, подписывайтесь на мою страничку на сайте Бусти. Там есть несколько вариантов подписки, и подписчики уровня спонсор и спонсор плюс будут упоминаться в конце каждого моего видео. Ну и, естественно, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять свои комментарии, жать колокольчик и всячески помогать этому видео в продвижении. Ведь чем больше вы ставите лайков, пишите комментарии... Очень долго он рассказывает про лайки и про всю херню. мой канал пробивается в рекомендации и показывается другим людям, которые тоже заинтересованы во вселенной Ведьмака. Ну а с вами был Найтмэр, увидимся в следующем видео. Он, кстати, когда сам про себя говорит, он говорит не Найтмэр, а Найтмэр. Чё-то видос какой-то забагованный, смотрите, 28, а уже он типа закончился. Ну он там в конце, видимо, сделал пустую херь для рекомендаций вот этих, ну для конечных заставок. Ну блин, комментаторы на ютюбе это просто ужас всегда. Кроме это когда это твои любимые постоянные подписчики. Новые прибеганты это вообще либо ты просто занимаешься максимально какой-то как это называется цветочной поебенью, либо читаешь дерьмо от дурачков.